Еще раз здравствуйте. Я Александра, как вы уже поняли. Я немножко расскажу о себе. В ЛГБТ-движении Украины я провела около 10 лет. Я работала в организации, продолжая с ними сотрудничать сейчас, которая называется «Гельянс Украина». Мне только что задали вопрос, а в Украине есть ЛГБТ? Да, в Украине есть 14 ЛГБТ-организаций. Как это ни странно прозвучит. Причем не только в Киеве, но и действующие в регионах. Потому что в Украине сейчас ситуация, несмотря на то, что она неважно выглядит даже по сравнению со странами другими бывшего СССР, при Балтийске, например, такими как Эстония, и со странами бывшего соцлагеря, но все-таки там ситуация немножко получше, чем в России, где атмосфера абсолютно репрессивная и подразумевающая само по себе отсутствие прав человека как таковых. А когда мы говорим о правах человека, то, естественно, геи, лесбиянки, бисексуалы и вообще ЛГБТ-община как-то в первую очередь всплывают. Извините, я немножко волнуюсь, поэтому я могу. Давно не выступала на публике. Что я хочу сказать. Алия за последний год из стран бывшего СССР, я не знаю статистики по всем странам, но я посмотрела статистику по Украине и по России. Министерство абсорбции свидетельствует о том, что из Украины прибыло 7 тысяч новых Алимов и 6600 из России. Только Франция их опережает, но Францию мы сейчас не трогаем, там своя ситуация. Естественно, статистики о том, какое количество ЛГБТ среди этих Алимов приехали в Израиль, нет. Просто потому, что статистика, связанная с гомосексуалами на территории бывшего Советского Союза, не ведется. Не только потому, что она никого не интересует, но и потому, что очень большое количество народу сидит в шкафу. И я вот, честно говоря, надеюсь, что те Алимы из числа ЛГБТ, которые прибыли в Израиль, может быть, это их подтолкнет к тому, что они наконец-то совершат камин-аут. Они наконец-то найдут в себе силы, посмотрев на государство куда более либеральное и демократическое по сравнению со своей доисторической родиной или страной исхода. Ты можешь рассказать, что планируется в России? Что планируется в России? Во-первых, я думаю, многие из присутствующих, в том числе и те, кто приехал недавно, очень хорошо знают о законе имени Виталия Милонова и Елены Зулиной, который называется «Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних». И кроме того, 19 числа, вот буквально чуть ли не за 5 минут от того, как начался наш круглый стол, я ознакомилась с пояснительной запиской к новому закону, который Госдума России будет рассматривать 19 января. Это закон о запрете проявления, публичного проявления, простите, я не помню, как он называется точно, а да, гомосексуальных отношений. И причем в пояснительной записке автора этого законопроекта, какого-то коммуниста, фамилия я его не помню, содержатся совершенно замечательные фразы о том, что это вредит не только морали, но и санитарно-эпидемиологическим нормам. Вот, вот, не вру, это не гигиенично, судя по всему, ну и так далее, и так далее. Честно говоря, мне кажется, нет, я не буду ничего прогнозировать, мне кажется, что все-таки этот закон не пройдет, потому что, ну, большего маразма я себе представить не могу, хотя в связи с репрессивной атмосферой в России, о которой я уже говорила, может быть, возможно и такое. То есть, как говорят англичане, never say never, посмотрим, 19 января не за горами. В Украине все немного лучше, все немного лучше, почему? Потому что многие из вас слышали, даже те, кто не очень интересовался событиями на Майдане, то есть то, что называется революция достоинства сейчас в Украине, и после этого Украина задекларировала свои евроинтеграционные устремления и волей-неволей, с огромным скрипом, ей все-таки приходится принимать законы, которые требует Евросоюз для того, чтобы как минимум отменить безвизовый режим для украинцев со странами ЕС, что в настоящий момент является для многих очень желательным. И для того, чтобы этот режим был отменен, необходимо было принять поправку в Трудовой кодекс, в которой, говорилось бы, запретить дискриминацию ЛГБД на рабочем месте. Принималась эта поправка очень долго, нудно, по-моему, с девятого раза она прошла, ее таки додавили. Звучали очень интересные на фоне этого фразы, вроде того, что, от депутатов Верховной Рады Украины, вроде того, что, неужели вы не понимаете, что если мы примем эту поправку, это автоматически будет означать отмену Библии? Я цитирую дословно. После этого, конечно, возникли к этому депутату вопросы о том, что Библия ратифицировалась Верховной Раде, не иначе как. Ну, в общем, да, это такие моменты. С другой стороны, опять же, если говорить о вещах, которые происходят в Украине в поле уже прогресса, очень радует то, что украинцам, моим коллегам, бывшим, моим друзьям, активистам, удалось в этом году провести марш равенства, который, по сути дела, являлся прайдом. Они просто стараются сейчас не употреблять слово «гей-парад» в Украине, потому что очень нервничает гомофобный народ. Гей-парад у них ассоциируется с чем-то совершенно неприличным, и вот таким вот эвфемизмом, своеобразным марш равенства заменили. А, по сути дела, это, в общем, был марш за права ЛГБТ, и в нем приняли участие два депутата Верховной Рады. Это произошло впервые за всю историю Украины, и это тоже может свидетельствовать об определенном прогрессе. Саша. Да, я понимаю, это я вкратце попыталась рассказать о том, что сейчас происходит на территории стран бывшего Советского Союза, а теперь, собственно, об Алие, предупреждая вопрос о том, зачем я сюда приехала, и бежала ли я от сложной политической, экономической, военной ситуации, которая сложилась в Украине, нет. Я приняла решение об Алие до того, как все это началось, и просто по времени совпало, что когда я оформляла репатриацию, в общем-то, все это происходило в Украине. Но многие люди сейчас действительно едут в Израиль, потому что у них, у многих действительно нет другого выхода, поскольку они живут в регионах, оккупированных войсками соседней державы, которая в этом не признается. Другие просто понимают, что нужно что-то менять в собственной жизни и ехать в другую страну, если у них есть право на возвращение по закону о возвращении. Они это делают. Вернемся к ЛГБТ. То есть о точной статистике, как я уже говорила, я не знаю, но я совершенно точно знаю, что многие геи и лесбиянки хотят легализовать свои партнерские отношения в Израиле. Если для ЛГБТ пар, геевских или лесбийских, однополых пар, которые живут в таких странах, как Франция, США, Канада, где легализованы однополые браки, один из супругов, который имеет право на возвращение в Израиль, может совершенно беспрепятственно по закону о возвращении сейчас, в связи с внесенными в него поправками, привезти своего супруга, который не является евреем или потомком еврея, то есть не имеет право на возвращение, то однополые пары, проживающие в странах бывшего СССР, этого сделать не могут. Даже в том случае, если заключают брак где-то за пределами России, Украины, в той стране, где это возможно. Возможно это сегодня в той же Канаде, возможно в Аргентине, возможно в США, однако российские и украинские пары, немногие, но все-таки делают это в основном в Дании, потому что в Дании ближе всего добраться. И далее они сталкиваются с проблемами в Израильском консульстве, потому что, как мне стало известно, Израильское консульство советует одному из супругов уезжать в Израиль, обладая правом на возвращение, и уже в Израиле своего партнера, у которого такого права нет, пытаться каким-то образом легализовать, что не есть хорошо, поскольку таким образом нарушается закон. И мне кажется, что, я еще, конечно, тут человек совершенно новый и не могу диктовать, или, скажем так, я высказываю пожелания, чтобы русскоязычная община, ЛГБТ-община израильская, в том числе и новые репатрианты обратили на это самое пристальное внимание. Да, да, возможно пошли в суд, но задействовали какие-то механизмы политического лоббирования и так далее, и так далее. Спасибо большое. У меня только, Шеллахона, к тебе последний вопрос. Считаешь ли ты, что сегодня нужно что-то особенное для русскоязычных ЛГБТ в Израиле? Я думаю, что русскоязычным ЛГБТ в Израиле нужно выходить из шкафа и присоединяться в деятельности группы девчата и всех остальных. Это совершенно искренне, это не для того, чтобы польстить. Я понимаю, что далеко не все русскоязычные ЛГБТ такие, как я, которые не успели приехать и тут же побежали со всеми связываться, и как только освободились от Ульпана Алип, уже прибежали лично. Но это действительно большая проблема, шкаф. Это в принципе большая проблема для ЛГБТ, шкаф. Но для русскоязычных ЛГБТ это проблема в квадрате. И вот с этим нужно что-то делать. Я просто думаю, что народ оттает и раскроется. Спасибо. Туда ровно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...